Доброго времени суток, уважаемый читатель! Путешествия на поезде всегда тесно связаны с взаимодействием между людьми, как-никак, вагон — это общественное место. Да, все мы люди разные, разное воспитание, восприятие, привычки и многое другое. Вот только среди нас по сей день находятся те, кто класть хотели пренебрегают правилами общественного поведения, да и в целом правилами хорошего тона. Итак, мной, как человеком, через которого за один такой рейс проходит наибольшее количество различных индивидуумов, был составлен данный топ. Топ тех, людей, кто чхать хотел, пренебрегающих нормами приличия, не учитывая, что полюса Земли не сомкнулись на их всеобъемлющей личности всезнайки. Мой любимый тип людей, конечно, ведь это именно те, кто в трудную минуту или просто в минуту, всегда подскажут тебе, как жить и как правильно выполнять свою работу. Именно они всегда знают все про твои обязанности, порой забывая про свои. Правда, как часто ты должен проводить сухую и влажную уборку в вагоне. Какой температурный режим соблюдать, когда и с какой периодичностью тебе предлагать и разносить чайную продукцию. И многое другое, точнее, все. И да, эти ребята всегда знают, куда, в случае чего, стоит пожаловаться, донести о том или ином диссонансе, о чем с большим удовольствием делятся с жалобами, о которых поговорим чуть позже. Мерзляки, комментарии здесь излишни, но я все же ненадолго остановлюсь на этих господах. Да, ребят, это именно те цари египетского шабаша, кому при температуре плюс 24 градуса, когда все пассажиры сидят без одежды и испускают пар, безумно холодно. К тому же, холодно их ребенку, бабушке, дедушке, маме, папе, коту, кому угодно. На вполне адекватный ответ, мол, уважаемый, температурный режим летом от плюс 22 до плюс 24 градусов, то есть я уже на грани, кондиционер не справляется, ведь на улице плюс 40, начинается истерика и чуть ли не угроза расправы. На помощь этим товарищам всегда спешат наши любимые всезнайки, которые с большим энтузиазмом подскажут, куда можно пожаловаться и какое основание указать. Жалобы Уже дважды я упомянул слово «жалобы» и неспросто. Таким образом, уважаемый читатель, я старался подготовить тебя к данному виду редких индивидуумов. На самом деле, к сожалению, не таких уж и редких. Да, категорию всезнайок и мерзляк также можно отнести к этой категории, но неполноценно. Всезнайки не преследуют цели пожаловаться, а скорее поучить и отличиться своими познаниями, а мерзляки жалуются лишь на температуру. Жалобы Жалобы Им холодно, жарко, душно, грустно, из мусорок пахнет мусором, а в туалете всегда грязно, проводника не видно, не слышно, проводник надоелся своим чаем и все в таком духе. И знаете, есть такой подвид жалоб, которые специально ищут повод донести на что-то, написав свои бесценные отзывы на ФПК, в надежде получить как можно больше РЖД бонусов болтуны. Данные ребята не всегда вызывают недоумение, лишь в тех случаях, когда перегибают палку. Да, я люблю пообщаться и послушать о вашей жизни, но, пожалуйста, не нужно для этого будить меня посреди ночи в часы долгожданного и бесценного отдыха. Железнодорожники, неожиданно, правда, как врач худший пациент, так и железнодорожник худший пассажир. Мы порой совмещаем в себе всезнаек, болтунов и жалоб. Пусть, возможно, в меня начнут кидать камни мои коллеги, но зачастую это действительно именно так. С какой категорией, из описанных выше, вам доводилось сталкиваться? Относите ли вы себя к ним? Только честно, если представленный материал был вам интересен, не забудьте поставить палец вверх и подписаться на канал. От вас и только от вас зависит, будет ли подобный контент публиковаться в дальнейшем. Спасибо, что дочитали статью до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!